Масштаб Много экспериментировали с углами и направлениями взглядов перед началом съемок, чтобы понять, что им следует использовать и как устанавливать освещение Конечно же, хотелось использовать технологию, которая показывала бы относительный масштаб Но кроме того, хотелось бы, чтобы это было сделано быстро, чтобы не нарушать эту иллюзию Барри Осборн, продюсер Эндрю Лесни, оператор-постановщик Все, что нужно, это сравнить с чем-то другого размера, и это даст нам нужную относительную величину Перед съемками мы делали пробные снимки, мы снимали сцены внутри горцующего пони, в которых мы использовали большие и маленькие декорации Таким образом, мы установили масштаб Кто-то играл Фродо, и мы пытались испробовать разные уровни взглядов Кроме того, мы экспериментировали с разными освещениями и глубиной резкости Мы пробовали разные технологии, чтобы посмотреть, что срабатывает, а что нет Чтобы при настоящих съемках не тратить в пустую работу актеров Питер принес нам эти фотографии, чтобы показать, что он думает о соотношении роста обычных людей и хоббитов Куда должен быть направлен взгляд, чтобы все выглядело хорошо или наоборот Джон Лабри – технический специалист ВЕТА Будут ли актеры нормального телосложения выглядеть смешно? Должны ли их головы быть крупнее? Реалистично ли выглядят мохнатые ноги? Смысл этой подготовки был в том, чтобы удостовериться, что наши идеи не безумны И что если мы будем снимать так, как думаем, то у нас все получится Вот бар в горцующем пони в хоббитском размере Мастерская ВЕТА работала над решением вопроса, как можно физически снять это на студии А ВЕТА Диджитал работала над вопросом, как мы должны снять элементы, с которыми затем будем работать, создавая спецэффекты Принудительная перспектива Одна из технологий, которая используется уже много лет – принудительная перспектива Если у тебя есть два человека, и один из них должен казаться меньше, то просто нужно одного из них отодвинуть подальше от камеры Камера видит одного из них в определенном размере, а другого, который дальше, в меньшем Эта технология принудительной перспективы основывается на статичной неподвижной камере, которую можно только поворачивать на месте Рэндал Кук, художник-аниматор ВЕТА Где-то за неделю до начала съемок я разговаривал со съемочной группой о том, что такое принудительная перспектива и как она работает Если я сзади, как сейчас, то кажется, как будто я за той же штукой, на которой сидит Лиза В принудительной перспективе есть некая чудесная непосредственность, так как все снимается на камеру Разница между Хоббитом и Человеком приблизительно 75% Если это пересчитать, то человеку нужно находиться на расстоянии в одну и одну треть раза дальше, чтобы выглядеть как Хоббит Поэтому, если надо, чтобы Фродо и Гэндальф стояли рядом, и они удалены от камеры на 10 футов, то нужно передвинуть Фродо дальше от камеры еще на 3,3 фута Гранд-менеджер, художник Кроме того, мы использовали разные дубликаты кулис и реквизитов, в зависимости от размеров, занятых в съемках актеров Мы взяли калькулятор и просто уменьшили или же увеличили их соответственно Много примеров можно найти в интерьере Бэгэнда Мы построили две версии одной и той же декорации, точные копии друг друга, в двух масштабах Большой масштаб для сцен с Яном Холмом и маленький хоббитский масштаб, в котором играл Ян Маккеллен Особенно на маленьких декорациях съемки шли много дней, как в подводной лодке Все было настолько забито и тесно Почти все, что мы создавали, делалось в нескольких масштабах Чтобы иллюзия выглядела реалистичной на экране Каждая книга на полке в Бэгэнде, каждый пергамент, каждый реквизит Нужно было бы создать в двух размерах, абсолютно идентичных на вид Телегу Гэндальфа мы тоже построили в двух вариантах И все, что на ней, мы сделали так, чтобы с помощью принудительной перспективы Гэндальф и Фродо могли бы сидеть рядом друг с другом, хотя Элайджа сидел гораздо дальше от камеры, чем Гэндальф Иллюзия сработала, так как мы сняли сцену именно таким образом Что бы ты ни сделал, Гэндаль, над тебе клеймо нарушителя покоя Принудительная перспектива с движущейся камерой В наших съемках с перспективы мы впервые использовали движущуюся камеру Раньше камера всегда должна была оставаться неподвижной Если же ее двигать, то иллюзия того, что двое сидят рядом, пропадает Чтобы использовать движущуюся камеру, мы решили использовать устройство управления перемещениями Чтобы создать то, что мы называем подвижные сцены с принудительной перспективой Мы использовали зависимые системы управления перемещениями Джим Риджелл, специалист по спецэффектам При использовании этой технологии, актер находится на движущейся платформе И когда движется камера, вы двигаетесь соответственно ей То есть актер буквально еле движется вдоль пола, когда перемещается камера Для обеспечения движения, камера установлена на специальной управляемой тележке Еще одна тележка подключена к ней электронным способом И делает те же самые движения, но в противоположную сторону Если тележка с камерой едет в одну сторону, то другая реагирует автоматически Так кадр разделяется надвое Когда вы делаете это, кажется, будто они обе движутся синхронно друг к другу Поскольку оба актера снимаются в движении по отношению к камере В сцене, в которой Фродо за столом наливает Гэндальфу чай Камера движется боком от одного края стола к другому И Эн Маккеллен сидел на тележке, которая слегка двигала его за уменьшенным столом с уменьшенными реквизитами Это было в некотором удалении от настоящего стола Стола в размере Фродо с большими реквизитами Я смотрю туда Когда он стоит? Да Когда Эладжи сидит, мне нужно смотреть вон туда Но я не знаю, куда смотреть, когда он наклоняется в начале Мы можем посмотреть, все ли ты сделал правильно С точки зрения камеры, все подходит друг к другу Даже при движении все подходит Потому что этот маленький столик и Эн Маккеллен немного подвинулись Очень здорово строить все эти штуки И потом видеть их в фильме Действительно чудесно, когда просматриваешь дневной материал И видишь, что сцена удалась Все сработало довольно безупречно И результат всех очень удивил В огне роковой горы Снятые Сильдором с руки самого Саурона Масштабные композиции Другая технология, использованная для отображения различий в размере Между двумя актерами или еще чего-то другого Это масштабные композиции При этом каждого актера снимают по отдельности А потом составляют все эти съемки в одну сцену Мы использовали метод синего экрана При этом первого актера снимают вблизи А второго, поменьше Снимают издалека, повторяя с ним те же движения камеры Потом эти съемки на синем экране комбинируют друг с другом Или же мы просто уменьшаем изображение на компьютере И комбинируем после этого И моя секира И моя секира Я самый высокий из братства Мой рост метр восемьдесят пять Джон Рис Дэвис Гимли Поэтому у нас проблема с ростом Мне нужно быть выше, чем Хоббиты Но меньше, чем Эльфы Нам очень повезло, что на роль Гимли Был приглашен Джон Рис Дэвис Он, по сравнению с Лайджи Вудом Шоном Остином, Билли Бойдом и Домиником Монаганом Идеально подходит по росту Так что если мы в несколько приемов снимаем сцены с Хоббитами и с Гимли То мы можем снимать их одновременно Тогда нам останется снять по отдельности только людей Гэндальфа, Шона Бина и Вига Мортенсена По отдельности Поэтому сцены были готовы не за три шага, а за два Девять хранителей Пусть будет так Вы будете братством кольца Отлично Когда начинать? Ян Маккеллен Гэндальф Когда я впервые увидел готовый фрагмент из фильма С Хоббитом и со мною Ян Холм играл Бильбо Вдвое меньше меня ростом Когда я это увидел на экране Мне стало ясно только посреди всей сцены Что наши фокусы сработали И что я принял тот факт Что он маленький, а я большой Мое сердце на мгновение замерло И я подумал Причем не в первый раз Мы сняли очень хороший фильм Только чаю, спасибо Большие костюмы Другие технологии, которые мы использовали Были не только сложные, но и необычные Например, актеры на ходулях Которые выдумала группа Ричарда Тейлора Людей вставляли в эти огромные костюмы Они одевали большие ходули Которые удлиняли их ноги Мы изготовили большие костюмы И кисти рук Вдвое большие по величине, чем обычные Они управлялись дистанционно Ричард Тейлор, творческий директор ВЕТА Их надевали очень низкорослые актеры Которые залазили в эти костюмы И ходили, облаченные в них Сейчас им нужно нести эти кружки Вот моя работа Я фигура на ходулях Носить такую штуку Нелегкая работа Немножко страшно Но мы как-нибудь справимся Нельзя как-то подготовиться К прыжку в пропасть Нужно просто глубоко вдохнуть И сделать Когда идешь по улицам в Бри То иногда встречаются люди В таких костюмах Идут ли они на переднем плане Или же на заднем Они всегда остаются намного выше Хоббитов Питер очень хорош в визуализации Он всегда знал, какие ракурсы ему нужны Он знал, что если ему нужно снять ракурс сверху Со стойки бара Вниз на Хоббитов То нужно, чтобы мимо них проходили актеры в огромных одеждах С большими резиновыми руками Это кажется старомодным Вы не сможете сделать это же и при съемках общих планов Но в близком ракурсе их видно только столько и столько Так появляется чувство, что Хоббиты чуть больше метра ростом Дублеры В конце концов, мы также использовали дублеров По всему миру мы искали людей ростом около метра двадцать И нашли несколько отличных людей с актерским опытом Ты переигрываешь, Киран Ты говоришь Как здорово видеть тебя, Гэндальф И потом прыгаешь Объятие тогда выглядит так, как будто он его ловит Я по тебе скучал, Гэндальф Они стоят спиной к камере Достаточно далеко, чтобы одевать только парик Иногда они надевают маски, которые сделаны подпечатком лиц актеров Которых они дублируют Их сделал Ричард Тейлор Силиконовая маска Мы сделали точные копии лиц актеров главных ролей А из них мы сделали маленькие силиконовые маски, которые носят наши дублеры Так мы легче сможем снять некоторые несложные ракурсы На съемках общих планов они надевали наши костюмы и маски с наших лиц Это выглядело очень странно Элайджа Лут, Фродо Так что они отчасти играли наши роли Рик Пороса, продюсер А еще у нас был Большой Пол, который тоже был один из дублеров Он ростом за 2 метра Огромный человек, он прекрасно сложен Пол сидит в одной из увеличенных лодок Мы его называем Большой Пол, но это даже не нужно упоминать, видя его рост То есть он же двухметрового роста, или даже немного выше У него рост 2,18, и он дублер Арагорна Мы их использовали очень расчетливо Но они нам очень помогали показать чувство перспективы и разницы в размерах Иногда мы заменяли лица В некоторых сценах мы вставляли лицо актера поверх тела дублера Когда Фродо уносит с моста Каза Дума, то лицо дублера было заменено Многое из тех инструментов, что мы использовали, существует уже давно, в той или иной форме Здесь же смысл в том, как использовать эти имеющиеся инструменты для своих целей лучше всего Мне нравится мысль, что мы использовали все возможности, от современной цифровой техники, до резиновых лент, жвачки Все, что мы могли извлечь из цилиндра, все эти старые фокусы Мы хотели взять все, что могло бы нам показаться полезным Я думаю, в Новой Зеландии это называется проволока номер 8 для ограды То есть имеется в виду следующее мышление Мы сделаем все, что нужно, чтобы получить желаемые кадры Ничего из этого не заметят Все будет выглядеть так, как будто это так и произошло Весь этот ракурс — это один миг в одной сцене, в которой мы нарочно усиливаем восприятие разных размеров Люди тогда должны сказать «Здорово, как они это сделали?» Билли Бойт Пиппин Я думаю, Пит сделал то же, что сделал и сам Толкин Вначале он упоминает, что хоббиты очень малы ростом А потом, из главы в главу, все больше забывает об этом Позже это снова упоминается, но это уже не так важно Время от времени мы показываем такие сцены, чтобы напомнить публике об этом Ну а остальное предоставляет собоображению зрителей Озвучил по субтитрам Иннокен 33, студии Я, февраль 2019 года